Продолжение следует... Добавлены некоторые параметры в Select и цикл по всем элементам. Мы записываем все элементы в массив R-Result и выводим в шаблоне в цикле именования и анонсовое описание элементов. В данном случае интересен объем кэша компонента. Включим режим отладки. Видим, объем кэша составляет 75 килобайт. Перейдем в директорию кэша. Откроем файл. Видим, что в массиве R-Result присутствуют ненужные для вывода параметры. Например, Detail Picture, Detail Text и другие. Эти параметры используются в запросе. Если компонент оперирует большими данными для получения результата, то при сохранении всех переменных в кэше, размер файла кэша может превысить нормальные значения – десятки и сотни килобайт. При размере файла кэша в 1 мегабайт и более проект может терять производительность, а при размере файла кэша в несколько мегабайт – и вовсе работать с ошибками. Существует метод SetResultCacheCase, который позволяет указать, какие именно ключи массива R-Result помещать в кэше. Добавим параметры массива R-Result, которые нам необходимы в кэше, используя SetResultCacheCase. Итак, перед подключением шаблона вызовем SetResultCacheCase с массивом нужных нам параметров. Пусть будет ID, именование и PreviewText. Обновим кэш на странице. Можно заметить, что объем файла кэша значительно уменьшился. Теперь он составляет 13 килобайт. Можно использовать параметры, сохраненные в кэше в не кэшируемых областях компонента. В данном случае стоит учитывать, что если в компоненте используется SetResultCacheCase, то в не кэшируемых областей будут доступны только те параметры, которые были установлены в SetResultCacheCase. Для чего могут понадобиться данные в не кэшируемых областях? Например, если необходимо для дальнейшей работы компонента установить заголовок страницы на основе данных из кэша. Далее установим заголовок через SetTitle. Будем использовать количество новостей в заголовке для браузера. Для этого добавим переменную, которая будет подсчитывать количество новостей. Далее в не кэшируемые области добавим метод SetTitle с неименованием. И в скобках количество новостей. Сохраним. Обновим, конечно, страницу. Видим, что заголовок установился. Обновим страницу с использованием кэша. Итак, видим, переменная, которая хранила в себе количество новостей, не была добавлена в кэш и не вывелась в заголовки. Добавим ее значение в массив R-Result, например, ключ-элемент-CNT. И пропишем этот ключ в SetResultCacheCase. Теперь перенесем элемент-CNT в SetTitle. Актуализируем кэш. Как видим, заголовок установился верно.